Приветствую вас, есть инструменты для повышения цена оценки однозначно, но другое дело, другое дело, насколько вы сможете этими инструментами самостоятельно пользоваться, потому что лучше всего это делать под присмотром. И под наблюдением и под корректированием психолога, специалисты. Вот. Но для начала, для начала нужно, чтобы мы, вы, мы определили причины этой самой заниженной самооценки. Да, то есть почему вы считаете себя хуже других. То есть у меня все вокруг умные и красивые, а я никчёмные. Вот откуда взялось такое утверждение, откуда взялось такое убеждение, откуда взялась такая установка, кем она транслировалась и на что она была направлена. Это первое. Данную установку, кем бы она ни была сформирована, специально не говорю родителями, или она была сформирована, или каким-то ещё, специально не говорю, потому что нет какой-либо информации об этом. Вот. Соответственно, нет какого-либо представления о том, вообще, как родители с вами, ну, взаимодействуют, да? Как родители, а, как родители, а вообще, участвовали в вашей жизни? А, участвовали ли они вообще в вашей, а, жизни? А, или не, или нет. Понимаете? То есть, это момент, который требует разъяснения, в любом случае, в любом случае, да, значит, дальше, дальше. Это вопрос, знаете как, даже не любви к себе, как вам сказала моя коллега, а это вопрос принятия себя. Ага, то есть, принятие себя, это означает отсутствие стыда за какие-то свои, значит, недостатки, какие-то свои минусы, вот, и, как бы, непринятие их происходит у вас. Соответственно, соответственно, я думаю, что начинать нужно с этого, в первую очередь, начинать нужно с этого, и дальше уже идти по пути изменения отношения к себе. То есть, вам нужно составить список своих плюсов и минусов, достоинств и недостатков, вот, и, соответственно, когда вы это сделаете, составить этот список каждому из качеств, каждому из черт, нужно будет подобрать противоположную черту, ну, по проявлениям, а после объединить их в одну, в одну характеристику, и все это нужно аргументировать. То есть, почему минус, например, почему плюс, почему именно это минус, почему именно это плюс, понимаете, и характеристику выбираете на основании, вот, минуса и плюсов одного и того, не характеристика, это объединяющая черта, а после, после, вам нужно будет просто смотреть на себя, на свою индивидуальность, как на характеристики, только некоторые проявления характеристик несут вам вред, и вред определяется вами, вашей оценкой, вашим восприятием, вашей пользой и выгодой, а не он ими для других. Далее, поскольку вы сомневаетесь в правильности своих решений, да, то можно говорить об отсутствии критериев этого решения. То есть, я не могу принять решение, я не знаю, какое решение мне принять, потому что у меня нет четких критериев этого самого решения, нет ценностей, нет взглядов, нет фундамента, нет базы, знаете, нет ориентиров при принятии решений, ведь решения принимают все одинаковые, по большому счету, и в одинаковых ситуациях, ну, типичных ситуациях, но решения все принимают разное, почему? Потому что ориентиры у каждого человека свои, они появляются в результате культурной среды, семейной среды, опыта человека, его, там, успехов, его неудач, переосмысления этого опыта, понимаете? То есть, появляется какая-то четкая система ценностей. У вас этой системы ценностей, опять же, нет. И чтобы она появилась, необходимо тоже составить такую небольшую пирамидку. Значит, первое, это ценности, общественные, культурные ценности, культурно-исторические ценности. Вот, посмотрите эти ценности в интернете, там будет списочек, обязательно выберите те ценности, которые откликаются вам наиболее сильно, наиболее ярко в душе. И далее подумайте, как эти ценности могли бы проявиться, как эти ценности могли бы реализоваться и в чем они могли бы себя оформить, эти самые ценности. И вот исходя из этого, вы уже и получите куда более четкие ориентиры при принятии решений. Далее, принимая решения, необходимо понимать, что люди окружающие думают только о себе. Но не думают на вас, они не думают о том, как будет вам, не думают о себе. И если решение, ваше решение людям не нравится, то они всегда его будут осуждать, потому что вы сделали как-то не похоже на них. Это им не нравится, люди чувствуют себя другими, другим чувствовать себя неприятно, поэтому, соответственно, люди будут пытаться вас подавить. Соответственно, ваше решение, вашу индивидуальность вам нужно отстаивать. Индивидуальность, иными словами, выбор, всегда нужно отстаивать. Всегда. Вот. Индивидуальность, по сути, это и есть выбор. Знаете, это и есть выбор. Далее. У меня все вокруг умные и красивые, а я ни к чём. Здесь идёт сравнение. Вы сравниваете себя. Хотите быть лучше, чем другие. Лучше, чем другие, вам не стать. Потому что других вы видите только субъективно. Это вам кажется, что вокруг все умные и красивые, потому что вы сами такой себя не считаете. Не видите в себе красоту, не видите в себе ум, потому то не цените то, что делаете, а не цените то, что делаете, потому что не принимаете себя сами. У меня не сложилась семья, у других зарплаты больше, ещё что-то такое. Не совсем понятно, что значит у вас не сложилась семья, но если у вас не сложилась семья, то скорее всего имеет место быть негативный родительский сценарий, который не даёт, не позволяет вам, значит, создать семью. То есть вопрос по вопросу, а зачем вам семья вообще нужна? Зачего она вам? Чтобы быть довольны и видеть свои достижения, а не обесценивать свои способности, а не на себя принимать. А не на себя принимать и ориентироваться на, опять же, себя и свои собственные предпочтения, выгоды и так далее. И начинать, понятное дело, нужно с малого. То есть с мелочей. С выбором на мини-уровне, на микро-уровне. И постепенно, постепенно подниматься. Выше, выше. Вы пишите, реально это ощущать, а не от внушений. Сперва идёт внушение, потом придёт ощущение. Ощущение без внушения в вашем случае не получится. То есть вы уже ощущаете то, что вам внушили. Как правило, все люди сперва внушаем, а потом они начинают ощущать. Кстати, кстати, ощущение у всех одинаковое. А вот чувства разные. Это тоже нужно понимать. Поэтому вы скорее хотите сказать не ощущать, а чувствовать. Ощущение, ещё раз повторю, у всех одинаковое. Каждый одинаково чувствует холод, каждый одинаково чувствует там жару, голод и так далее. Ну, если мы не берём в расчёт чувствительность. Ощущение одинаковое. А вот чувства, которые вызывают, это у всех разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то вызывает дискомфорт, у кого-то наоборот, что там, ну, радость какую-то. Да. Вот. То есть, вот ситуация такова. Ну, я думаю, на этом, в принципе, пока мы не закончим. Вот. Хочется только задать вам напоследок такой вопрос. Когда вы заметили, что начали ощущать нескусственную оценку? И вообще, можно ли назвать то, что вы называете самооценкой, то, что вы называете самооценкой? Самооценкой. Можно ли это так назвать? Потому что самооценка. Это значит, что я сам себя оцениваю. А сам себя оцениваю я, исходя из своих ценностей, да? Ну, опять же, от слова самооценка. А ценностей-то у вас нет, потому что вы сомневаетесь в правильности решений. Соответственно, самооценкой быть у вас не может. Вы ориентируетесь на других и руководствуетесь оценками других. Вот и всё. Опять же, потому что, эээ, вас подавляли. То есть, вы подавляете свои желания, вы не принимаете себя. Не принимая себя, нельзя реализовывать свои желания. А их нужно реализовывать. Тогда и самооценка будет. Тогда и достижения будет. Тогда и обесценивания своих способностей тоже не будет. Понимаете? Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго. Самого доброго и удачи!